Происходящие репрессии и все, что происходит с российской политикой, мы поговорим в прямом эфире и обсудим сейчас с Федором Крашениниковым, политическим аналитиком. Он уже готов выйти нам в эфир, а у нас с вами к нему есть вопросы. Федор, здравствуй. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Нина. Я, кстати, хотел сказать про юмор, если можно. Можно я вставлю? Я юморист. Я, может быть, немножко сбавлю пафоск, но, знаете, я считаю, что Петросян, который собирался ехать с агитбригадой на фронт, гораздо гаже, чем Соборов. Потому что если человек шутит какие-то, ну, не в том смысле, когда Соборов так мерзко пошутил, конечно, по поводу этой девушки, да, но в целом, если человек шутит шутки про что-нибудь ниже пояс, это довольно омерзительно, но это вопрос просто вкуса. Это гораздо лучше, чем он шутил бы концерты военно-полевые про украинцев, какие, знаете, похабельненькие шуточки про, значит, там, про НАТО, чем, кстати, Петросян грешил в свое время. Поэтому я, может быть, немножко непопулярную позицию занимаю и не оправдываю Соборова, но давайте скажем такое негромкое тихое спасибо тем, кто хотя бы, слава богу, не делает комедийное шоу про украинцев, кто не создает развлекательное шоу для вот этих вот карателей, которые там сейчас известуют в Украине. Слава богу, что не хотя бы это. Понимаете, человек, который в Гитлеровской Агерии шутил в каком-нибудь кабаре про пупы и измены, он, может быть, и был не очень хорош, но он гораздо лучше того, кто шутил про евреев, понимаете, как бы на фоне концлагерей. Вот давайте все-таки будем немножко учитывать этот момент, да, хотя Таир-то прав, что если ты комик и выходишь на аренду, должен быть готов к острым вопросам. И позиция, знаете, я трус, я боюсь, она может быть не очень почетная, но для гражданина Казахстана она вполне приемлемая. Не стоило, так сказать, вот по этому поводу шутить про месячные, что называется, вот это он зря сделал. А сказать я боюсь, это может быть не очень почетная позиция, но мы бы его поняли, я думаю, да, гражданин Казахстана, он просто боится, что в России с ним разделывают в спокойной программе, снимают свою семью и депортируют. Ну, я его не защищаю, просто я говорю, давайте такую позицию тоже будем иметь в виду, хотя сам я, конечно, в душе большевик и против вот таких компромиссов. Но мне легче, чем Савурова, я не в России и живу. Федор, первый вопрос, во-первых, спасибо за позицию, первый вопрос о репрессиях, который мы обсуждали минуты ранее с Нино в прямом эфире. Мы много лет наблюдаем на себе, ощущали в том числе этот каток репрессий, который в России многие годы активен, создавался многие годы силовиками и Владимиром Путиным лично. Вот сейчас огромное количество уголовных дел, административных задержаний за антивоенную позицию. Это новый виток репрессий или это продолжение того, что уже много лет работает исправно и штампуется силовыми органами России? То есть, видишь ли ты, видите ли вы, Федор, ухудшение ситуации еще хуже? Или это все по накатанной идет? Ну, я несомненно вижу ухудшение ситуации, потому что когда даже мы с тобой еще, ты позже уехал, чем я, я раньше, и даже когда ты уезжал из России, ситуация была все-таки не такая драматичная, как сейчас. Сейчас мы видим, что все то, что казалось невинным довольно, ну скажем, растительным, может быть раньше, сейчас ты уже кончаешь с людей гораздо более тяжелыми приключителями, да? Потому что мы видим, что сброшены какие-то отброшенные маски силовикам, данк ардуланш, делать все, что они хотят. И вот как до этого сказал кто-то из вас, по-моему, да, что все региональные царьки получили возможность разделаться, расправиться со всеми, кто им не нравился, потому что их ничто не сдержит. Я думаю, сейчас под раздачу в сети активисты, правозащитники, экологи, кто когда-либо досаждал местным властям, сейчас появилась хорошая возможность всех этих людей от них избавиться. Потому что понятно, что если у человека гражданская позиция активная, он что-нибудь про войну-то и скажет. А у нас, как мы знаем, достаточно просто назвать войну войной, чтобы уже какой-нибудь, так сказать, убедительный следователь состряпнул на целый день. Вот это случай с человеком из-за листы, которого 135 читателей в его телеграм-канале, из них, я так понимаю, еще несколько раз от этих вот самых стукачей. Я подозреваю, что он чем-то еще был не мил своим коллегам. И тут просто все так прекрасно совпало, что, может быть, и был просто обычный чиновник, но, как я знаю, у них очень строго с этим чиновников уже много, кстати, лет, если кто не в курсе, уже, наверное, лет 10 следят, кто кого лайкает, кто где ставит лайки, кто на кого подписан. Это на самом деле совсем не новость, не с войны началось. Я это прямо знаю уже много-много лет. У меня много знакомых работали в структурах власти в свое время, и они прямо знали, что их телефоны прослушиваются, что их социальные сети мониторятся, что один неправильно поставленный лайк там где-нибудь под роликом Навального может обернуться в лучшем случае каким-то разговором, если его зафиксируют с начальством, а в худшем случае и увольнение, например. То есть сейчас просто все это обострилось и превратилось в какую-то обыденность. То, что раньше вызывало шок по всей России, боже мой, человек вышел на пикет и его посадили в тюрьму, например, в изолятор. То сейчас это стало просто обыденной практикой. То есть это та самая лягушка, которую варят в молоке, и постепенно повышая градус. Вот сейчас уже кипит молочко вокруг лягушки, на самом деле. Федор, вопрос тоже невозможно не задать, сходя из повестки сегодняшнего дня. Много зрителей нам про это пишут. До этого больше двух недель отсутствовал Шойгу, потом появился публично. Сегодня опять активно обсуждается, через пост Невзина, и потом это подхватило огромное количество журналистов, об проблемах со здоровьем Сергея Шойгу. Об этом причем официальная власть, под традицией такой уже, да, сложившейся за все годы путинского правления, не комментирует это никак, и говорит, что ничего не случилось. Насколько, на твой взгляд, реальность, что происходит, почему Шойгу пропадал, веришь ли ты в происходящие какие-то проблемы с его здоровьем, или популярное второе мнение, что он пропадал, и вот эти вот вопросы про здоровье, для того, чтобы отвести его от удара, для того, чтобы якобы он не хочет во всем этом участвовать. Какая твоя позиция, и что мы видим из данных? Я несколько по этому поводу версии есть, потому что, к сожалению, путинское руководство докатилось до ситуации в Северной Корее, где наблюдение за Ким Чен Ином составляет главную часть и политологии южнокорейской, и периодически желтый южнокорейский табу, и дорадует публику рассказами, как он кого-нибудь скормил собаками, расстрелял у суперемета, и так далее. И все это заходит на ура, потому что никто толком не знает, что у них там происходит. Потому что есть только вот этот вот Ким, которого показывают в парадных каких-то фотографиях, а дальше думай, что хочешь. Что касается Шойгу, я сегодня посмотрел специально перед эфиром его последнее явление сегодня. То есть после этой всей истории он явился, ну как его явили, Мишустин на совещании, он сидел в виде какого-то молчаливого изображения в зуме, причем в гражданской форме, в пиджаке. А до этого он последний раз тоже появлялся в пиджаке. Я помню, это довольно странно для министра обороны в военное время, особенно если мы, значит, допустим, ты был министром обороны гражданским, то ты, возможно, ходил бы в гражданском постоянно. И был бы прав. Не многие так гражданские, министр обороны так и делают. А Шойгу, как мы знаем, большой любитель ходить в мундире, обвешанном орденами. И когда началась эта пресловутая спецоперация в кавычках «Война», мы помним, что он являлся Путину в камуфляже, и типа весь такой военный. Чего вдруг в разгар войны он стал ходить в пиджаке, это не очень понятно. И почему его сегодня показали, например, в пиджаке? Это странно. Версию у меня несколько. Первое. Ну, с одной стороны, возможно, с ним действительно все плохо, и на него Путин орал, у него случился инсульт, и нам показывают какие-то консервы, молчалируют, да? И, так сказать, есть только съемки его в пиджаке, в пиджаке и показывают. Ну, это довольно странная версия. Вторая версия, которая кажется мне гораздо более правдивной, это я ее так вот придумал, что, возможно, Шойгу, как вот сказал, как в том анекдоте, да? Что я не настоящий сварщик, просто маску надену. Что, в смысле, вы меня, Владимир Ильич, назначили министром обороны, но вообще-то я к военному делу у никого отношения не имею. И поэтому, чего вы на меня, собственно, орёте, и чего-то мне хотите? Можно я вот спокойненько в пиджачке посижу тут, пока товарищи генералы будут воевать. Потому что сам я в этом ничего не понимаю. И его, как бы, вывели из-под удара. Ну, и плюс надо понимать, что он все-таки, как, знаете, очень опытный царедворец и очень близкий к Путину человек, в пиар которого были вложены колоссальные средства, возможно, принято решение вывести его из-под удара, действительно, потому что, тоже пример, по-моему, я уже говорил, в ваших эфирах, что Сталин, например, очень по-своему ценил Клима Ворошилова, который был совершенно бесполезный, как военный. И поэтому он его, значит, в годы войны, там, куда-то немножко с коронку убрал, но тут оставался и маршалом, и после войны вернулся, значит, и, там, вместе с Будённым ходил в орденах. Хотя все знали, что его роль в войне была минимальна. Простите, Фёдор, я бы тут с вами, может быть, поспорила, потому что, если Путин, исходя, возможно, из какой-то огромной необъяснимой любви к Шойгу, отводит его из-под удара, то кого же он ставит под этот удар? С кого люди будут спрашивать, если не с Шойгу, который был вторым, кажется, по популярности, политиком после Путина? Если не второй, то первый должен быть в ответе, разве не так? Ну, это хорошая версия, но это версия для демократической страны, потому что в недемократической стране всегда должен отвечать какой-то стрелочник, потому что Шойгу – это некие части режима. А отвечать, допустим, если сейчас вот новое наступление на Донбассе провалится, то понятно, кто будет за него отвечать, генерал-творник будет за него отвечать в их аппаратных разборках каких-то. Я думаю, что проблема путинского режима в том, что он, в отличие от Сталинского, который приучил всех к постоянным чисткам, что никто не вечен и любого могут завтра убезти в воронке, он демонстрирует такую некую стабильность, неизменяемость своего ядра. И вот так вот взять и признаться, что Шойгу оказался не герой, кавалер всех орденов и заслуженный человек, а просто какой-то жулик, который все деньги потрачены на армию, выдали на армию вместе с друзьями по дереву построить все дворцы, это очень больно бьет и по Путину, потому что как бы это при Сталине не было, там социальных сетей, масс-медиа и прочего всего. Сейчас те же самые горячие головы любителей зиговать начнут говорить, подождите, так значит вокруг царя там у нас все сидят жулики какие, прав был старик Навальный, то есть который я всех назвал жуликами. Шойгу жулик, кто там еще жулик, давайте всех в расход и так далее. Я думаю, что Путин немножко этого боится, поэтому ему проще немножко на тормозах все это делать, хотя если бы мы были в демократическом государстве, несомненно, конечно не, но надо было прям взять Шойгу и с него сорвать погоны, и если бы это было Сталинское государство, где Сталин в 1941 году расстрелял несколько там генералов, причем далеко не самых виноватых, чтобы показать, что вот они виноваты. Но заметьте себе, Сталин не себя расстрелял и не Клима Ворошилова, он значит расстрелял каких-то генералов на фронте. Почему? Потому что нельзя же признаться, что-то я виноват. Честно говоря, да, честно говоря, ваши слова о том, что если бы мы были в демократическом государстве, история Шойгу сложилась бы по-другому. Мне хочется с ними поспорить, мне кажется, что если бы правда было демократическое государство, мы бы в целом не сидели на 50-й день, о войне не говорили. Спасибо огромное, Федор Крашенинников, политический аналитик, был гостем нашего вечернего эфира. Спасибо большое. Напомню, что Федор Крашенинников был в большом эфире сегодня, не сегодня, прошу прощения, в начале недели по программе «Честное слово». Поэтому посмотрите, пожалуйста, выпуск обязательно. Ну и все другое, что у нас есть на канале, тоже потом посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok